Хотел бы поблагодарить народ Абхазии, людей, членов наших организаций за ту помощь и поддержку, которую они оказывают по сегодняшний день. На самом деле, люди 8 лет оказывают эту поддержку, 9-й год пошел. От души хотел бы поблагодарить человека на базе помещения, в чьем мы находимся. Это Ашба Вианор Григорьевич, герой Абхазии, фонд «Батальон Горец». Помимо того, что он предоставил свое помещение, он ведет активную помощь, то есть оказывает активную помощь. Мы очень благодарны Вианору Григорьевичу, что он стоит рядом. Говорят, что единственная наша сила во время войны говорили так. На сегодняшний день мы все вместе, несколько организаций. Хотел бы всем сказать спасибо огромное. С чего начался год, скажу сразу. У нас прошлый год, 22-й, начался с поездки к детям. Тогда еще не было активных боевых действий. Было, в принципе, перемирие. Насколько мы знаем, перемирия на Донбассе не было всего 7 лет. Это была видимость. Мы на Рождество повезли детям подарки. Получилось так, что у нас получилось поехать на Рождество. И получилось поехать на Старый Новый Год. На Старый Новый Год была поездка неожиданная. Нам помогли наши друзья. И вот мы попали на Донбасс. Это были первые две акции, которые были именно в 22-м году. Я не говорю за предыдущие годы. Но с того момента мы, в принципе, каждые две недели, две-три, мы бываем в Донецкой Народной Республике. В основном в Донецкой. И помогаем как бы населению. Неважно, там это дети сегодня нуждаются в помощи. Взрослые люди, беженцы, вынужденные переселенцы. Или там военные. Наши тоже там есть ребята. Воюют как в интербригаде «Пятнашка», так и в других батальонах. На этом мы помогаем всем. На мне, так сказать, такая некая миссия лежит взаимодействие с бизнес-сообществом. Я могу сказать о том, что отклик мы получили очень хороший за предыдущий год. То есть у нас многократно различные организации оказывают помощь. Помощь эта заключается в каком характере? То есть это кто-то на бензин помогает, ну, дорогу вот эту покрыть. Потому что километраж приличный. Я хотел бы выделить персонально Амру Григорьеву Иванову, директора Сухумского пивзавода, которая многократно оказывала конкретную помощь, чтобы эти гуманитарные грузы могли поехать. Также хотел бы отметить, значит, директора пансионата «Самшитовая роща», который тоже помогал нам. В общем, всем большое спасибо за такую помощь. И другие еще были люди. Обснейл-компания нам топливом помогла. Ну и руководство этой компании какую-то помощь тоже лично от себя оказывало. Поэтому и другие есть люди, которые нам безвозмездно помогали. Это как бы дорогого стоит, несмотря на кризис в бизнесе в целом, потому что все испытывают различные нагрузки санкционного характера и так далее. Все меняется, бизнес перестраивается. Но социальная, вот эта гуманитарная помощь, которая идет по линии, которую наше бизнес-сообщество оказывает, как бы они тоже перестраиваются и переживают за все происходящее. И все, кто могут, какую-то свою лепту тоже, безусловно, вносят в это дело. Я уверен, что в этом году эта работа тоже будет продолжаться.